Новый год – это праздник, от которого ждут волшебства не только дети, но и взрослые. Люберецкие депутаты-единороссы в рамках всероссийской акции поздравили участников Великой Отечественной войны. Вместе с народными избранниками в гости к фронтовикам заглянули и мы. Вы мне сказали, я бы готов был. Поздравление ветеранов – не просто акция, а еще один повод порадовать дорогих сердцу людей и выразить безмерную благодарность тем, кто подарил нам счастливое время без войны. Ну что, еще раз с наступающим Новым годом. Пусть он принесет самое главное – здоровье. В свои 98 лет заслуженный военный летчик СССР Владимир Федорович Ялин по-прежнему бодр, полон сил и энергии. После окончания школы он мечтал поступить в Институт лесного хозяйства, но война нарушила планы. Война началась, призвали в армию, прошел комиссию, сказали – в летное училище. Свой первый боевой вылет Владимир Ялин совершил в июне 1944 года. В ночи летал бомбить фашистов Полоцк. Позже были боевые вылеты в Тильзит, Ригу, Инстербург, Либаву и Кёнигсберг. Да, думали, что каждый может погибнуть, потому что летишь туда, там стреляют тебе. И все к этому примерно были готовы. За живое стало врать, это уже когда в Германию последние летали. В летной книжке ветерана более 7 тысяч часов налета. Он освоил 10 типов самолетов. Среди них и самый большой в мире – турбовинтовой транспортный самолет Ан-22. Я на нем первый вылетел и переучил целый двигатель. Кстати, после войны я за это получил два ордена и звали заслуженного летчика. После демобилизации Владимир Ялин почти 20 лет отработал на Ухтомском вертолетном заводе. Занимался разработкой инструкций для летчиков. Ему было за 70, когда он ушел на заслуженный отдых. А когда исполнилось 90, решил написать книгу на память потомкам. Очень вам желаем крепкого здоровья, чтобы его как можно дольше радовали и своих родных, и нас. Если Владимир Федорович Ялин на войне был летчиком, то Михаил Иванович Семкин – связистом. Он участвовал в освобождении Белоруссии и Польши. На фронт попал в конце 1943 года. Каждый день шли с боями, так выбивают. Особенно польский город Локачи до вечера били, немцы отступили. И мы вышли на берег Вислы. В Польше, выполняя боевое задание, в августе 1944 года в одном из боев в связи с Семкин получил серьезное ранение в ногу. Один снаряд справа, и потом второе. И мне пришел, раздоровал вот здесь. Бедро? Да. Потерял сознание, очнулся только в медсамбате. Впереди серьезные операции и месяцы восстановления. Уже в мирное время Михаил Семкин работал следователем в Ухтомском отделе милиции, был оперуполномоченным отделом по борьбе с хищениями социалистической собственности, позже возглавлял ОБХСС Люберецкого ОВД, работал в управлении транспортной милиции МВД СССР. Депутаты поздравят всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Акция «С Новым годом, ветеран» продлится до 31 декабря. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.